Итак, мы начинаем, как обычно, наш вечер с выступления авторов, авторов этих трех, скажем так, номеров, один из них двойный, и я приглашаю сюда Ханоха Дашевского. Здравствуйте. Умеете обращаться? Наверное. Слышно? Очень хорошо. Замечательно. Перевод, который был опубликован в сдвоенном номере 64-65 улиц В. Гринберг, одни исхода и до сих пор. Перевод с Сабритом. Я все еще вижу навьющенный скарбом народ, с которым вглубь моря вхожу, старики и младенцы со мною. Под звуки шафара проходят среди раступившихся вод, стоящих и справа, и слева, стеною. И слышу свой голос в той песне вершин, которую в мире не пел ни один народ, кроме нас, ибо не был пучин и пучин. Я все еще с ними при отблеске молнии синаю, и сердце мое, как родник среди их родников, гремит Божий голос, маше отвечая, и трепет и радость почувствовать пламень тех слов, что плод не слыхала живая от лун Авраама до грома и молнии синаю. Я все еще вижу, как пляшет в пустыне Майстан, к ним же он посылает медьян, а ночью вздыхают и плачут, что мясо и нил, песками и камнем маше подменил, чтоб их умертвить, разве мало в Египте могил? Я вижу их танец вокруг золотого тельца, в машине вернулся с горы, но немало, они не скорбят, веселясь без конца, и теми устами, откуда песнь моря звучала, поют они еду, кому следовать буду, и он поцелуй на моем оставляет челе, знак вечной любви и стремления к заветной земле, куда он нам путь проложил сквозь морскую кучину, не знает никто, где он встретил кончины. Я все еще с ними, паломником в храме, где Тору читает церпеть народом своим, на певом Эдема звучит его речь, немецкими словами, поклоняя вместе со всеми, и кровью кропятку о ним, левиты поют, и как струны звенят мои жилы, той песни священной здесь на горе Мария, хотя на рассвете призыв муэдзина унылый разносится в городе Божьем, и вижу по-прежнему я кресты над собой, и над слухом глумится, мелодия лживая, чуждый, озлобленный хор, звучит день и ночь, а еврейские лица, как лица заблудших, чьи бог тот же Балпиор, дышу я по-прежнему воздухом царского края, и верю, как будто иду за Маше по пятам, что мы перейдем и Ордан, и Кефрату дойдем от Синая, и силы умножим свои, его было предсказано нам, что нас не поглотят враги в этом граде, где Господа дом, придет день Господень, и мы вершином пройдем. Скрижа Лизавета у сердца, наполнена мощью десница, кружат под невестье орлы, осеняют познанием лица, знамение мудрости это, из омута разум родится. Вот песня, что в давние те времена пел юный певец, эта песня поныне слышна, а он даже в старости молд и красит его седина. И те письмена, что начертаны силой огня, на белом сапфире сияют в глазах у меня, теснение их золотое я вижу во все мои дни, всегда предо мною они. Аплодисменты.